Приветствую вас. Считается, что все заболевания, связанные с ЖКТ, происходят от профессиональной нереализации или из-за повышенной тревожности. Про что вам уже говорили мои коллеги. Соответственно, какую-то часть негативного влияния за счет коррекции ваших проблем можно снять. Но дело в том, что данный тип заболеваний является генетическим и имеет независимо от психологических факторов явления. Посему полностью избавиться от заболевания через психотерапию вряд ли возможно, но облегчить вполне себе можно. Снять напряжение от данного заболевания, уменьшить количество обострений, если они у вас есть. Дольше удерживаться в состоянии ремиссии, если можно так это назвать. Это все реал. Это все более чем реал. Но я бы не преувеличивал и в то же время не обесценивал психотерапию. На мой взгляд, вам необходима рекомендация врача, вашего лечащего, который у вас есть. На мой взгляд, вам необходимо направление, чтобы вам врач сказал, что с их стороны сделано все, что можно, или делается все, что можно. И чтобы вы, зная это, значит, и поддерживая себя, чтобы вы занимались, собственно, психотерапией. И ваша степень зависимости от препаратов, например, может снизиться существенно. Совсем вряд ли вернуться к прежнему образу жизни на сто процентов, наверное, не получится, потому что заболевание ваше, насколько я знаю, достаточно серьезное. И его недооценивать нельзя. Но хотя бы сделать так, чтобы психологические факторы, которые в том числе повлияли на него, не делали бы этого, на мой взгляд, вполне возможно. Вот. Соответственно, да, можно повлиять. Можно повлиять на... Ну, на нее можно повлиять. Полностью избавиться нет, повлиять может. Если говорить о школе психотерапии, то здесь, понятное дело, сказанное мной, может быть, может рассматриваться, как, ну, некоторое такое конкурентное заявление. Вот. То есть, я понимаю, что там может быть такая двоякая большая история. Вот. Но, эээ, я бы сказал, что, эээ, именно гештальт, терапия, именно, вот такая вот, психодинамический подход, здесь был бы наиболее, мне кажется, эффективным. Да? Потому что, эээ, вот, скорее всего, какие-то свои переживания вы зажимали. Вот. Скорее всего, на тревогу свою вы или не реагировали вообще, или не откликались в принципе. Ух ты, соответственно, ну, скорее всего, эээ, именно этого вам не хватает. Вот. Поэтому я бы сказал, что гештальт, подход здесь наиболее, на мой взгляд, эээ, наиболее, на мой взгляд, эээ, приемлем. Вот. Эээ, могли бы быть, могли бы быть приемлемы и, эээ, телесно ориентированные, эээ, методики. Вот. Эээ, их в рамках, эээ, данного сайта, реализовать сложно, потому что, все-таки здесь, эээ, больше вербальные способы, эээ, консультирования используются, как правило. Вот. А, телесно ориентированная, эээ, терапия проводится, все-таки непосредственно при личном, эээ, контакте, эээ, с человеком. Почему, эээ, почему мне кажется, мне кажется, эээ, кажется, что вот эти два направления вам нужно рассмотреть как основные. Вот. Почему я говорю о такой вот форме? Ну, гестальт, ээээ, терапия – это терапия длительная. Гестальт терапия – это, там, минимум, минимум, эээ, минимум полгода. Вот. Вот. Лучший год. Эээ, работы. Ну, регулярных встреч. Эээ, вот. Почему я так говорю? Эээ, совсем не потому и не для того, чтобы вы, там, ну, чтобы не для того, создаваться вам поработать. Эээ, ну, например, психотерапию, да, допустим, свою или, там, еще что-то. Вот. Нет. Это говорю, эээ, потому что вам нужна именно, эээ, такая, ээээ, зона защищенности, зона, ээээ, свободы, зона, где вы могли бы быть собой. Мне кажется, что такой зоны вам не хватает сейчас. Вот. Мне кажется, что, эээ, скорее всего, вы чувствуете себя, вот, ну, как-то, вот, эээ, уязвимо, может быть, вы чувствуете себя. Эээ, как-то, вот, эээ, напряженно вы чувствуете себя, ээээ, тяжело вы чувствуете себя, ээээ, вот, как-то, вот, ээээ, стрессы, может быть, может быть, повторюсь, я не знаю, может быть. И, ээээ, расслабиться, раскрыться, сразу вы не сможете. То есть это, вот, к сожалению, не тот, не такой процесс, который, ну, происходит вот сразу. Это процесс, который происходит постепенно, вот, потому что, ну, вам ещё и к человеку как-то, вот, привыкнуть нужно, да, потому что, ну, человек незнакомый и, конечно, не так просто привыкнуть к человеку. Я не знаю, я не знаю, вот, там, как вот вы общаетесь, ну, то есть, в смысле, легко ли вы с людьми, ну, как-то вот, эээээээ, сходитесь или нет. Потому что, ну понятно, такой информации у меня нет и, в принципе, откуда ей взяться. Но я бы все-таки вам бы на это внимание постарался обратить, потому что это важно, как мне кажется. Как мне кажется, это весьма важный момент. И, соответственно, вот постепенно в этих посветах раскрывается, вы будете замещать какие-то моменты в себе, вы будете замещать какие-то аспекты в себе. И вам будет постепенно, ну, постепенно проще, постепенно легче. Вот. Как правило, это работает так. Мне кажется, что на интеллект, то есть, ну, когнитивная история, когнитивно-поведенческая, экзистенциальная, арт-терапия. Вот, кстати, могла бы подойти, если вы любите рисовать. Игротерапия могла бы хорошо на вас повлиять, но на общество устроено так вот, в частности, что игротерапия, ну, преимущественно используется при работе с детьми, к сожалению. Вот. Мне кажется, это, ну, несправедливо, потому что не только дети, но, ну, можно играть, да. Вот. Мне кажется, что и в профиле хотя бы любят играть и имеют на это, в принципе, полное право. Вот. Поэтому тут уже, как мне кажется, многое зависит достаточно от вас, от того, насколько вы сами готовы творчески подходить к вопросу. Вот. Хотите ли вы пробовать что-то новое для себя? Хотите ли вы пробовать что-то интересное для себя, необычное для себя или нет? Вот. Потому что, ну, вам могут показаться те, например, вещи в той же, в той же гестант терапии, вам могут какие-то вещи показаться, ну, странно немножко. Вот. Вот. А иногда, может быть, даже и множко. Вот. И соответственно, это, конечно, может вызвать у вас сопротивление, может вызвать у вас вопрос, а зачем, а я не хочу, это какая-то глупость и так далее. Вот. И вообще хотелось бы вас спросить как раз, часто ли в вашей жизни бывали такие случаи, когда вы что-то обесценивали, когда вы говорили, что, ну, мне это все не надо, мне это все не интересно, мне это все вообще глупо и так далее. Вот. То есть, ну, было ли у вас такое? Вот. Если было, то это вот первый, один из первых шагов принять все, что вы считаете глупо. Все. Ну, немножко так отказаться от обесценивания, да, от обесценивающей такой позиции, от которой у вас может быть не согласиться с тем, что вам там не нужно, что вам там не нравится, да, этого от вас, ну, никто не требует. Этого не нужно соглашаться. А вот именно попытаться увидеть в том, что, ну, вызывает у вас чувство обесценивания, да. Попытаться увидеть что-то, что вам по душе. Это не так просто, как на первый взгляд может показаться. Да. Да. В принципе, может быть достаточно сложно. Вот. Достаточно. Но, тем не менее, это необходимо. Вот. Поэтому, к некоторому такому вот неудобству, да, к некоторому такому вот, ну, я бы сказал, расширению своего понимания себя, своего чувствования себя. Вот. Вот. Я бы вам рекомендовал, конечно, быть готов. Вот. Потому как мне кажется, что... Что только через подобный подход можно чего-то добиться. Вот. Вот. Ну, тем не менее, такая моя позиция. Я ни в коем случае вам не пытаюсь ее навязывать. Надеюсь, что это было интересно. Вот. Может быть, вообще вы захотите очень работать с психологом. И порой это весьма неплохой вариант. Вот. Порой это очень даже хороший вариант работать очень с психологом. Вот. Вот. Но если вдруг вы захотите поработать очень с психологом, то вот примерно с таких историй я бы вам рекомендовал бы начинать. Вот. Вот. С таких моментов я бы, я бы рекомендовал вам начинать, ну, двигаться. Вот. Вот. Естественно, как бы, ну, все это по желанию, да. Но тем не менее. На этом все. Надеюсь, что это было вам интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваше здоровье станет лучше. Все верночо. Не Чек. Существует slides. Кто да.